Здравствуйте дорогие друзья! На этой неделе мы изучаем недельную главу БО, в которой знакомимся с тремя оставшимися из десяти знаменитыми казнями египетскими. Одна из этих трех это казнь тьмы в течение целых семи дней. Особенное наказание постигла Египет, наказание в рамках которого люди не могли видеть друг друга, настолько эта тьма была густой и всепоглашающей. Что такого особенного мы можем выучить из этого сюжета и какой пример взять для себя для повседневной, успешной и эффективной жизни? Сам термин «не видеть другого человека» намекает нам на как раз распространенный бытовой эгоизм, когда человек не замечает потребностей или нужд другого, болей другого, да и просто существования какой-либо другой личности, кроме его самого. Эгоизм является страшным инструментом реализации института зла вообще в этом мире, а стало быть, образом глобального врага для всего, что олицетворяется в этом мире нашей святой Торой. Не случайно казнь тьмы является предпоследней, ведь, собственно говоря, все казни имеют в своей задаче не только экзекуцию, сколько исправление. Последняя казнь первенцев действительно была просто наказанием, а вот исправление заканчивается последней точкой именно казнью тьмы, которые тем самым нам показывают, что нет ничего страшнее, чем когда человек остается глухим к нуждам, к потребностям того, кто находится с ним рядом. Более того, есть особый вид этой самой тьмы, которая оправдывает себя собственной целью. Ведь порой мы вуалируем свой эгоизм за высокие идеи, идеи, которые подпитаны идеями нравственности, человеколюбия, просвещения или порой спасения человечества. И мы с вами знаем, что со всеми этими красивыми слоганами порой совершались самые тяжелые преступления против человечества. А на самом деле темнота наступает тогда, когда мы перестаем замечать человека рядом, когда мы наполняем весь мир собственным эго, собственным желанием и собственными позициями по поводу всего, что происходит вокруг. И на самом деле ключ к решению этой проблемы, ключ к избавлению, ведь, собственно говоря, это была последняя исправительная казнь. После нее уже начался исход и некий процесс освобождения, так как Египет является моделью на все последующие времена. Точно так же и для дня сегодняшнего можем взять пример и идею, что окончательное избавление, окончательная победа добра над злом начнется тогда, когда мы будем с усилием замечать людей рядом, с усилием искать возможность помочь своему близкому, с усилием позволять и допускать альтернативное мнение, кроме своего собственного. И с Божьей помощью Всевышний освободит всех нас, разгонит окончательно последнюю тьму заключительного изгнания и приведет сюда свет божественности и раскрытия всех самых сокровенных тайн Торы. Да будем мы с вами свидетелями этого в самое ближайшее время. До встречи. Пока.